Всем привет! Сегодня на канале MOT85 мы поговорим об особенностях модели Asterisk UltraCell Bois. Это последняя модель от Asterisk и сравним ее с предыдущей моделью Asterisk NewCell. По модели Asterisk NewCell мы уже делали обзор, можете посмотреть его на нашем канале. Но интересно было бы сравнить эти две модели, понять чем они отличаются и чем они похожи. Модель новая Asterisk UltraCell Bois, и предыдущая модель Asterisk NewCell. Несмотря на название New, это более старая модель. И давайте посмотрим, чем они отличаются и чем они похожи. Самое главное в брейсе это рама. Как мы видим, рама здесь у нас, насколько я помню, там какой-то карбон, что-то типа того, достаточно жесткая. Рама практически не отличается. Ну то есть визуально она абсолютно такая же, как и на Bois, на этой модели UltraCell Bois, так и на модели NewCell. Отличие визуально, которое сразу бросается в глаза, это конструкция коленной чашки. Если здесь она состоит из трех частей, то есть вот такая вот верхняя и нижняя подставочка, и на них на липучках держится вот эта вот сама коленная чашечка. Вот, кстати, здесь видно шарнир. То у новых Asterisk UltraCell Bois конструкция телескопическая. Если здесь коленная чашка снаружи, здесь она находится внутри. Двигается, кстати, очень плавно и приятно. То есть, в отличие от этой конструкции, здесь тоже все просто, но здесь какие-то... Как-то так она болтается и хрипенько достаточно. А здесь прям приятно ее даже крутить. Смотрим теперь на особенности затяжек. Если на старой модели всем знакомые липучки, да, вот такая петля, вот здесь, то есть ничего, собственно, нового, то на новой модели для затяжки используется система Bois. То есть, что такое система Bois, в принципе, все знают, наверное, да. Это вот система таких тросиков, которые при закручивании этого рычажка, они как бы притягивают тросики к... Ну, тросики втягиваются в саму систему. И вот эта вот, как бы, вот эта часть крестообраза, она прижимается к ноге. Отсобивается она вот таким вот образом. Все, вот, собственно, можно тросики вот так вот вытянуть. Если вы помните старые модели конструкции фастерисков, там была проблема, ну, одно неудобство, что там необходимо было вставлять в брейсы ноги, как в щелки. То есть здесь эта проблема так и образом. На тросиках висят вот такие вот застежки, которые надеваются на соответствующие ответные части. Эта у нас одевается вот так вот. Все, да. И, соответственно, таким вот образом она защелкивается здесь. То есть она не просто болтается, она защелкивается. То есть, получается, мы одели на колени, на ногу, защелкнули эту систему и дальше уже непосредственно ее затягиваем. Соответственно, таких систем здесь две. Первая часть находится на бедре, да, вот тут верхняя, более широкая. И вторая часть находится на голени, вот на более низкая. Регулировки. Визуально я вижу обстоятельства абсолютно такие же. То есть везде, где есть наклеечки, там, возможно, регулировка. Верхние регулировки, вот эти две, они регулируют угол, как-то так, изгибания, отхвата бедра. Дальше. Вот здесь вот дырочка регулирует угол сгибания непосредственно коленника. Дальше. Вот эти две регулировки и здесь, и вот здесь на более старой модели, они позволяют регулировать обхват голени. При том, что характерно, позволяют регулировать они обхват голени независимо друг от друга. То есть можно, допустим, в нижней части потянуть чуть посильнее, в верхней части послабее, чтобы по форме ноги непосредственно идеально этот наколенник подогнать. Давайте теперь посмотрим, что у нас внутри, у самого наколенника. Какие материалы там используются. И, собственно, что у нас здесь есть. Так, здесь у нас такая вот непосредственно неопренка, в том месте, куда коленочку упирается. Здесь липучки для фиксации колена сбоку. Тут тоже неопренка. Вот здесь материал такой достаточно, ну, короче, не обладающий трением для того, чтобы он не скользил по ноге. То есть, чтобы вот здесь он фиксировалось, здесь оно не скользит. Соответственно, здесь какой-то не неопренка, а какая-то резинка такая специальная, достаточно мягкая. В принципе, и тоже, кстати, она скользит чуть хуже, чем вот эта часть, но, в принципе, чуть лучше, чем вот эта не резинка. Дальше. У старого наколенника здесь всё попроще. Ну, хотя бы проще за счёт, наверное, конструкции его. То есть здесь та же самая неопренка, здесь тоже неопренка. Кстати, визуально коленки будут сильно удобнее в этих новых наколенниках, потому что здесь её сплошная конструкция вот этого материала. То есть, как бы, нет никаких разрывов. То есть здесь, вот, например, какие-то вот эти вставочки, они, в принципе, если у них коленка будет упираться, может быть, не очень удобно. А здесь, как бы, мягенько и хорошо. Ещё одной особенностью обоих этих наколенников является возможность соединять эти наколенники с мотоботами. С помощью вот этой части ответная крепится на мотобот. И вот таким вот образом скрепляется, и получается такая-то совершенно монолитная конструкция, которая позволяет, в случае выкручивания ноги, позволяет нагрузку распределить между мотоботом и самой рамой брейса. В принципе, наверное, по особенностям этих брейсов всё. Что ещё могу по ним сказать? В целом, брейсы прикольные. Наверное, одна из самых максимально регулируемых моделей. То есть, если, допустим, какие-нибудь там плоды или там EBS или ещё что-нибудь у вас могут не сесть, потому что, например, у вас обхват бедра и обхват голени не подходят по стандартному размеру, там, SMLXL, то здесь вы практически гарантированно сможете подобрать себе по размеру, потому что самое главное, чтобы у вас села колено-чашечка. Если колено-чашечка у вас села внутрь сюда, то все вот эти остальные вещи можно под себя подогнать так, что будет достаточно удобно и, собственно, при этом в них ездить и использовать. При этом, помимо всего прочего, очень многие запчасти здесь меняются. То есть, можно поменять шарнир, можно поменять, что там ещё, вот эти застёжки. Наверняка, можно поменять систему БУА. Единственное, в продаже, честно говоря, я её не видел, но, по крайней мере, как и производители заявляют, что всё-таки позаменяемые и можете поменять. Все эти брейсы можно купить у нас в магазине. Ссылочка на эти брейсы в описании. Если вы использовали эти такие брейсы, и вот, может быть, у вас уже была вот такая новая конструкция, было бы интересно услышать о их надёжности и длительной эксплуатации. Находили ли вы, может быть, запчасти от них какие-то, например, или, в принципе, у вас ничего не ломалось. Напишите об этом в комментариях, будет полезно послушать и почитать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok